Реклама 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 Может, еще физика Ну, если рассчитать по физике, сколько будет стоить определенный прибор, то да Ребята, а вы как-то закрепляете на практике знания, которые получаете при подготовке калибра? Конечно, закрепляем Я уже являюсь держателем даже нескольких банковских карт Также даю советы своим родителям, друзьям И тоже веду свой личный бюджет Класс А пользуется ли популярностью Олимпиада у ребят? Да, пользуюсь только в нашей школе, участвовало более 20 человек Ого, ничего себе Да, у нас тоже каждый год от класса просят определенное количество ребят И, ну, много кто принимает участие Видимо, такая востребованная Олимпиада, ну, сейчас очень популярная У нас в школе есть научное общество, которое называется «Экономический ориентир» Ребята, члены научного общества Еще есть факультатиф, прям по финансовой грамотности И все ребята, которые туда приходят, они заинтересованы в этом И они принимают участие в Олимпиаде Хотя бы на уровне школы Интересно, а вопросы какого плана предоставлялись на Олимпиаде? Есть несколько тем Такие как личные финансы, налоги, кредиты, заимствования И по вот этим темам были теоретические и практические задания Практические или теоретические сложнее было выполнять? Практические сложнее, более объемно и... Нужно подумать Нужно подумать Как правило, практические задания – это расчетные задачи И там, так же, как и математики, нельзя пользоваться калькулятором Когда задача простая, ну, ее и быстро посчитать А если надо высчитать процент по кредиту или депозиту, то там, да, надо знание математики Расскажите, каким образом отбираются участники Олимпиады? Участники Олимпиады по финансовой грамотности отбираются по тому же принципу, как и на любую предметную Олимпиаду Есть четыре этапа Первый этап – это школьный, второй – районный или городской Третий – это областной и четвертый – республиканский С каждого этапа отбирается только три победителя, независимо от количества участников Конкуренция, видимо, очень серьезная Конкуренция на областном этапе, порядка 70 человек было победителей своих районных по всей области Гомельской А сколько времени давалось на то, чтобы блеснуть своими знаниями на Олимпиаде? 60 минут Маловато или хотелось бы побольше? Хотелось бы побольше, конечно Можно правильно разделить свое время на теоретические и практические задания Сначала приступить к тому, что больше лучше знаешь, а после уже к более сложным Ну да, хорошая методика всегда помогает, сразу делать то, что лучше знаешь, потом то уже что Количество баллов Да Мы должны набрать как можно больше Ребята, сможете ли вы распознать финансового мошенника, если он к вам обратится? Ну, конечно, думаю, да Уже неоднократно мне лично или моей семье звонили как раз-таки мошенники Или прислали какие-то фишинговые ссылки Ну, если это звонки, ну, во-первых, я хотела сказать, что Архипу это просто интересно Потому что, обладая уже достаточным объемом знаний, он с мошенниками разговаривает Ну, а вдруг вы что-то там проколитесь? Ну, на самом деле это достаточно распространенный вид мошенничества Особенно телефонные звонки Когда у вас хотят получить информацию по вашей банковской карточке Ее ни в коем случае, никакую информацию никогда нельзя давать От слова совсем Ну, конечно, незнакомому человеку, тем более Ну, также помните о том, что сотрудник банка ни при каких обстоятельствах не будет у вас ничего требовать У него это все есть Как бы, поэтому они никогда вам не будут сами звонить Ребята, мы тут подготовились ко встрече с вами и нашли несколько вопросов по финансовой грамотности Можно ли их задать прямо сейчас? Да Итак, какие валюты используются для определения стоимости валютной корзины? Российские рубли, доллары США и евро Тут можно дополнить и уточнить, что большую часть корзины валют составляет российский рубль Он занимает 50%, а доллары и евро по 25% Чем отличается вишинг от фишинга и кардинг от ливанской петли? Скажите Вишинг – это звонки по телефону Фишинг – это ссылка, которая ведет на фишинговый сайт Кардинг – это когда мошенник использует данные карты без ведома ее владельца А ливанская петля – это небольшой кусочек фотопленки, который вставляется в картоприемник После использования карты приемника вы не можете изъять карту самостоятельно Ого, как интересно, Елена Вадимовна, так ли это? Совершенно верно А что такое кэшбэк? Ну, если сказать в двух словах, обобщенно, это бонусная программа, при которой часть ваших потраченных средств возвращается вам обратно на карту А можете посоветовать нам с Валерией, как приумножить сумму в 1000 рублей? Все зависит от того, насколько вы хотите рисковать своими средствами Если не хотите его вообще, то можете воспользоваться банковским депозитом и гарантированно приумножить свои средства Если вы готовы рискнуть, то я бы вам предложила купить акции и облигации Но это можно сделать до 18 лет только через родителей Вообще акции и облигации доступны к покупке лицам старше 18 лет, поэтому возможно просто договориться с родителями, чтобы они купили место на меня Кроме того, что акции и облигации нельзя приобрести до 18 лет, они еще продаются на фондовой бирже То есть брокерам надо заключать договор, который может заключаться только с совершеннолетними Но это рисковые операции Если вы хотите все-таки без риска, то это банковский депозит, либо облигации государственного займа Так, ребята, предлагаем вам решить задачу Вам нужно внимательно послушать условия и решить правильно Готовы? Конечно Отлично Зебра Маша победила в конкурсе самая очаровательная лошадь и получила денежный приз в размере 10 тысяч рублей Счастливая она решила не тратить деньги, а положить их в банк на депозит Какую сумму увидит на своем счету Зебра Маша через год, если положит свой приз на депозит с процентной ставкой 11% годовых? Ох как! Изогнули Так, как Зебра Маша положила 10 тысяч рублей, то нужно просто посчитать процент У нас 11% годовых, она заработает 1100 рублей Получается, через год на ее счету будет 11100 рублей Молодцы, вы правильно решили Вот ты бы, Валерия, смогла бы сама без подсказки решить эту задачу? Ну, в принципе, если очень хорошо подумать, то возможно и да А ты? А я бы, наверное, не смогла, если честно Насколько я знаю, эта Олимпиада преимуществ при поступлении не дает Какие вы можете отметить плюсы? Ну, главное преимущество, которое я бы отметил, это большая, огромная база знаний, которая у нас появляется Которую мы в дальнейшем можем использовать Так же, как бонус, на каждом из этапов при победе мы получали какой-то ценный приз А при участии в победе на республиканском этапе мы получали довольно-таки большую сумму денег Любая подготовка и участие к Олимпиаде дает большой опыт для того, чтобы потом этот опыт использовать при поступлении в ВУЗы Это тесты, это возможность сосредоточиться и опыт никогда не бывает лишним Елена Вадимовна, ребята, спасибо большое, что пришли к нам в гости Очень полезная беседа получилась, правда, Лена? Да Желаем вам дальнейших успехов и удачи Спасибо Спасибо Вам также До свидания До свидания